МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с того вопроса, куда, собственно говоря, и как будут трудоустраиваться сотрудники кировских коммунальных систем, напоминаю, что город говорил, что каждый получит, если я не ошибаюсь, каждый получит предложение в МУП-водоканал. Нас интересует действительно каждый ли, каковы будут эти предложения. Не потеряют ли люди в зарплате? В зарплате, в должности. В социальных гарантиях. Да, и достаточно ли полно будет использована их квалификация, как идёт сейчас этот процесс. Это после 12, 12.06, если быть точнее. А сейчас мы разговариваем с Фёдором Лугининым, руководителем Кировского регионального отделения партии «Родина». Добрый день, Фёдор Васильевич. Добрый день. И Фёдором Бирюковым, членом Бюро президиума партии «Родина». Фёдор Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Мы не первый раз встречаемся в этой студии. И надо сказать, что после нашей последней встречи резонанс был достаточно большой. После эфира, который здесь состоялся, я напоминаю, что в Шабалинском районе Кировской области 26 февраля состоялся митинг «жёлтых жилетов», как вы его назвали этот митинг. Так, собственно, и одеты были эти «жёлтые жилеты». По аналогии с Францией. Да, по аналогии с Францией. Там несколько вопросов было поднято. Но прежде всего поднимались вопросы сохранения и развития социальных объектов на селе, таких как школы, поликлиники и прочее. Всё правильно, я помню. В таком случае давайте мы с вами, коллеги, разберём, что произошло в Шабалину в итоге после ваших митингов и встреч. И до ваших митингов. Если мне память не изменяет, там достаточно активизировались быстро областные и местные власти. Ещё до того, как вы доехали до митинга. Я хотел бы начать с того, что поздравить всех наших слушателей с 9 мая. Это великий праздник. Мы все завтра большой нашей командой идём в шествие с Театральной площади к вечному огню. Хотел бы начать вот на нас с чего. Что мы одержали великую победу в 45-м году. И раз в год шествуем, вспоминаем и чтим память наших предков, дедов, прадедов, которые эту победу ковали. А когда возвращаясь вот опять же в эту студию, мы говорим о той проблематике, о том, что у нас закрываются школы, больницы, сельские территории. Неужели наши деды и прадеды воевали за один день вот этого шествия, который мы придём и возложим цветы. Я считаю, что они воевали за лучшую жизнь, за то, чтобы в нашей стране территории развивались, чтобы в нашей стране был там прирост населения, чтобы в нашей стране не закрывались школы, а наоборот строились. Просто наш эфир как раз происходит в преддверии этого великого праздника. И, наверное, с этого стоит начать эту тему. Касаемо митинга, как мы их назвали, «жёлтых жилетов». «Жёлтых жилетов» или просто митинг, это просто была акция, которая посвящалась, чтобы власть обратила внимание на проблематику определённых районов, в том числе в Шабалинском районе. В Шабалинском районе, когда мы объявили, что мы будем проводить данное мероприятие, в этот же день туда приехали четыре министра, собрали население для того, чтобы с ними начать работу. Я в целом вижу это уже огромным плюсом. Почему? Потому что до этого таких процессов там не происходило. Четыре министра здравоохранения, образования, министра социального развития, они пообщались с жителями, поняли определённую проблематику. Но всё-таки у меня в руках отписка товарища Грудюнова, сейчас первого замопредседателя правительства. Дмитрий Александрович, что вам написал? Ну, условно говоря, если так вот. Обычная отписка, никаких как бы позиций. Давайте мы, во-первых, вы не сказали, что содержало обращение и на что, собственно говоря, вот это письмо зампреда последовало. Момент в том, что жители по итогам прописали резолюцию, что в Шабалинском районе не хватает таких-то таких-то врачей, что нарушаются такие-то права, и там, что нет главного врача и прочее. На что получили просто констатацию фактов. Ну да, здесь указаны и учреждения, которые работают, и, в общем-то, указаны, наверное, проблемы, да, что должен быть врач, но врач работает на полставки. И, собственно говоря, решение-то я так вот из документа, который здесь есть, решение... Это скорее такой медицинский устав целый. Они подготовили, описали, как должно работать. Ну да. Просто хотел бы сразу этот момент перевести, наверное, в политический, чтобы было понятно. Недавно, вот буквально в репортере было выступление Ольги Рысевой по ситуации, что она категорически... Ольга Рысева министра образования Кировской области. Да, категорически выступает за то, чтобы школы в нашей области сохранялись. Он на предыдущем ЗАГС-собрании, слушая выступление уполномоченного по правам ребенка, он четко сказал, что за прошлый год закрыты 15 школ. Ольга Рысева сегодня выступает и в прессе прямо говорит, друзья, уважаемые товарищи, школу закрывать нельзя, это прямой момент районного руководства. Мы же прекрасно понимаем, что наше районное руководство действует исключительно по установке областного руководства. Если министр образования сегодня говорит, что мы не виноваты в том, что закрывается школа, я считаю, что это мы просто ищем виноватых. Виноватых мы, конечно, найдем, накажем и все прочее, но вопрос надо решать концептуально. И когда мы понимаем, что у нас есть первый вместитель председатель правительства Дмитрий Александрович, который, ну, так или иначе, курирует медицину, министр образования, они должны брать на себя эту ответственность. Если мы понимаем, что в прошлый год закрыто 15 школ, мы сейчас уже съездили в Яранск, Кельмейск, Санчукс, Шабальнов, везде эти процессы шли до того момента, как мы не вмешались. Вот за 10 минут до эфира я говорил с главой Шабалинского района, Александром Евгеньевичем, прошу прощения, вот он нас заверил, что, правда, комиссии еще не было, комиссия будет в понедельник, о том, что школа в Шабалинском районе будет сохранена. После того, как мы съездили в Яранск, там, в одном поселении, за прошлый год было закрыто 2 школы, и 2 еще остались, Пушкина, всего такого, и Никола. Представляете, вот в этом году было принято решение их закрыть, то есть у нас, получается, за 2 года в одном поселении 4 школы. Мы провели там мероприятие по приглашению местных жителей, поучаствовали в сельских сходах. Сельские сходы, которые проводили сами жители, были проигнорированы, сейчас мы их зафиксировали, как бы по правильному все провели. Кем проигнорированы? Районным руководством. То есть там до этого проводили. Они не пришли туда, да? А не мало того, что туда не пришли, эти сельские сходы были официально проведены, зарегистрированы, но их никто не отреагировал. В законе четко прописано, что школы закрывать нельзя, без учета мнения населения. А мнения населения не только не учитывается, но оно искажается, например, как в Кельмезе. Есть там деревня Дамаскино, сельское поселение, там школа, которая начала быть в юбиле 110 лет. Представляете? Вот 110 лет. То есть в 1917-м мы ее не закрыли, в 1945-м мы ее не закрыли, в тяжелых 90-х годах мы ее не закрыли. А у нас сейчас что происходит? Федор, можно уточнить? Вот вы говорите про деревню Дамаскино. Это начальная школа? Начальная школа, да. Начальная школа – это с 1 по 4 класс. Там даже больше ситуация, что там в одном здании сарик, школа и администрация. Я правильно понимаю, что это школа для детей в возрасте до 10 лет, чтобы они могли учиться рядом с домом, рядом с родителями. С родителями и не ездить никуда там далеко, да? Совершенно верно. Они проверили три схода официальных за подписью главы администрации этого данного поселения. Зарегистрировали этих в районе, но районная дума даже не стала рассматривать эти вопросы. И когда мы уже четвертый сход официально провели, привели мнение, там, массовой информации сегодня уже и обратили на это внимание, то уже как бы сложнее. У меня складывается такое впечатление, да, что вот 15 школ в прошлом году закрыли, мы сейчас объехали несколько районов, там, Шабалино, Санчурск, Яранск, Кемесь, куда успеваем. У нас есть информация, что еще в Советской закрывается одна школа и в Уржуме 4. Это такое впечатление, пока партия Родина не вмешается в вопрос в конкретном районе, школа так и будет продолжать закрываться. Давайте слово передадим Федору Бирюкову, члену президиума партии Родина. Федор Владимирович, вы тоже в этих поездках бываете и отчеты своих коллег тоже читаете. Я все-таки не совсем понимаю. Есть такое ощущение, что это такая... Популизм? Нет. Нет, это про другое. Я не знаю, есть ли от вот этих поездок и этих встреч действительно такой эффект, о котором говорит Федор Васильевич. Потому что, да, действительно, СМИ поддержали, включились, рассказали о поездках, о сходах, о том, что жителей удаленных деревень и районов волнует закрытие школ. Есть некое письмо, я с ним не ознакомилась, там много страниц, я вижу, целая стопка, которая была направлена Дмитрием Курдюмовым вам в ответ. Что там, я, честно говоря, не знаю. Может быть, объясняется, почему закрываются эти школы, как будут пользоваться жители этих населенных пунктов, образовательными услугами. Потому что у них там суперавтобусы какие-то запустят, и дети будут в комфортных условиях съезжаться вот в опорные, например, школы, где будут работать отличные учителя, и там дистанционное обучение ведущих учителей области будет доступно. Вот пока мне все-таки это непонятно. Как вы видите ситуацию? Давайте по порядку. Что касается замечаний вашей коллеги права популизма. Популизм, на самом деле, это народничество. То есть это защита интересов избирателей. И, конечно, партия Родина, популистская партия, пожалуй, единственная в стране популистская партия, которая ставит на щит и в угловые угла защиту интересов людей, а не финансовых или политических кланов, как все остальные партии. Поэтому, безусловно, наша работа, особенно на примере Кировской области, имеет позитивный эффект не только в плане политической работы, но и в плане решения социальных вопросов. Ведь действительно в Шабалинском районе появились врачи, мы пнули власть, она среагировала, она приехала туда. Что значит появились врачи? Какое количество врачей появилось? Насколько они там регулярно появляются? У них там штатных единиц увеличилось количество. В день приезда, проведение мероприятия, все врачи практически, которых там не хватало, работали. В день приезда? Это было 26 февраля, а сейчас? Дальше, смотрите, в день приезда, для того, чтобы там всех наших жителей вылечить, с ними, со всеми поработать, чтобы они не поддерживали наше мероприятие. На самом деле, работа там усилилась, это факт. Я сегодня говорил с главой, там было решение четко школу закрывать, сейчас школа уже практически перед решением, что она будет работать. Да напомним, сколько детей в школе учится? Ну, порядка 10 человек. Сейчас эта школа будет там работать. Мы говорим не о том, что, какая конкретика происходит, мы говорим о том, что когда власть, мы заставляем обратить внимание на данный процесс, она начинает там работать, потому что это становится, ну, если мы не обращаем на это внимание, то общественность начинает очень жестко реагировать. Ну, вот здесь не поспоришь, конечно. Давайте прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Это руководитель Кировского регионального отделения партии Родины Фёдор Лугинин и член бюро президиума партии Родины Фёдор Бирюков. Хороший вопрос сейчас был, хороший такой диалог состоялся в перерыве между Анной Лапшиной и Фёдором Бирюковым по поводу того, а кто должен в итоге довести дело до конца, проконтролировать и контролировать всё время. На что Фёдор Владимирович ответил, ну, вообще-то это вопрос к власти, ведь не общественность должна постоянно поднимать шум, контролировать, писать отчёты, наблюдать, есть на месте главврач, нет, и вообще приняли на должность главврача кого-то или нет. Потому что вот я смотрю, что Дмитрий Александрович Курдюмов сказал, что на должность главного врача, я напоминаю, не только школы, но и поликлиники, больницы, которые сейчас вот под контролем партии Родины находятся, была принята в конце января месяца Ирина Васильевна Воронина, по совместительству надо это отметить, и что конкурс на главного врача Шабаринской центральной районной больницы признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе. И вопрос под контролем сейчас находится, это вот было 22 февраля. А кто должен это решать? Пишет Курдюмов. Вот вопрос... Кто должен решать то, что не могут быть человеком? Конечно, не вы будете за руку приводить главного врача, но посмотрите, это вторая проблема и очень важная. Люди не хотят ехать работать в Шабарин. Это опять проблема власти. Партия Родина борется за власть, борется за ответственность. Когда у нас будет эта власть, мы будем приводить, если нужно, за руку врачей, учителей, решать эти вопросы. Нынешняя власть объявляет конкурс, как будто это конкурс детских рисунков, потом говорит, а знаете, у нас нет участников. Ну это же бред, это снимание своей ответственности. За этим заявлением должна быть, за ответом таким, должно быть заявление об отставке по собственному желанию. Мы не справились, должна сказать власть, и тогда давайте объявляем конкурс на вакантное замещение этих властных единиц. Они этого не делают. Мне кажется, туда желающие найдутся быстро. Не факт. Если власть будет ответственна, если она будет нести ответственность и отвечать за то, что она делает, особенно за то, что не делает, в том числе уголовную ответственность, конкурс быстро сведется к одному-двум людям, специалистам, патриотам, популистам в хорошем смысле, которые будут работать, а не писать эти замечательные ответы, которые чуть ли не из Википедии составлены, потому что там написано, как должно все быть на самом деле. Но ввиду того, что никто не хочет работать, этого нет. Вот вся позиция власти. Она не только безответственна, она, по сути дела, преступна. И вот против этого мы выступаем. Против этого мы сражаемся бок о бок действительно с общественностью. Мы говорим, что никто сегодня, кроме самих людей и кроме партии Родины, которая это хочет и которая считает своим долгом, никто этим, к сожалению, не занимается. Я прошу прощения, вот у меня какой вопрос. Смотрите, я, насколько понимаю, проблема малокомплектных школ в сельских населенных пунктах, она ведь не просто так возникла. Она возникла потому, что школу надо каким-то образом финансировать, каким-то образом содержать, по душевое финансирование. Если там 10-20 учеников, мы все прекрасно понимаем, на эти деньги ни одна школа не выживет, и ни одного преподавателя невозможно, даже одного-двух-трех невозможно содержать. Нагрузка на кого ложится? Вы проверяли эти вещи? Вот концептуальный вопрос задан, немножко не в той плоскости. Вот ситуация следующая. Смотрите, приказ о подписании двух иранских школ... К микрофону, пожалуйста. Приказ о подписании двух иранских школ подписан в село Пушкино, в село Никола. Мы приезжаем, собираем людей, нас приглашают на сельские сходы, выходит порядка 200 человек. Говорят, школа должна жить, так она практически, ее только подчинить. Есть учителя, ученики, народ стоит против. Но мы говорим не об этом, мы говорим о том, что мнение людей не учитывается. Вот на что мы обращаем внимание, это первое. Второе, когда люди, они выходят, они уже протестуют, они говорят, главу иранского района в отставку, Курдюма в отставку, это уже называется Курдюмовщина, которая течет... Это от населения, все идет, мы просто фиксируем эти вещи. Для чего мы это делаем? Сегодня губернатор работает в Москве, можно сказать, занимается государственными делами, ответственными. А здесь на территории люди, которые отвечают за конкретное направление, конкретное, так и называется, соцблок, значит, за соцблок должны отвечать. Они целенаправленно сейчас говорят, так это проблемы районной власти. Вот сейчас, как Курдюмова, это проблемы районной власти. Это знаете, как называется? Это называется просто перекладывание ответственности. А мы говорим, если школы, пусть они малокомплектные, условно говоря. Петр Михайлович Полянцев, прижу вам пример главы района. За 30 лет я закрыл ни одной школы. Почему в Мариел, почему в Чуваши, в Татарстане, наши соседние республики, точно такие же, как и мы, ни одной школы за последние 5 лет. Поднимите статистику. У нас в прошлом году 15, в позапрошлом 23 и так далее. Почему у нас в регионе такая ситуация? Объясню, почему. Но когда мы вписались в вопрос, школы почему-то сейчас в Геранский, в Пушкино не закрывают. Нет, вот смотрите, до этого приказ был закрывать, правильно? Невозможность, малокомплектность, отсутствие денег. Мы вписались, не закрываем. Почему? Надолго ли вопрос, Федор Васильевич? Это уже другой вопрос. Понимаете? Это же очень важно, потому что вы сейчас... Кто будет контролировать? Вы подшумели. Сейчас вы подняли шум, вы подняли народ, они высказываются, вы эти... Вы эти сведения через СМИ опубличили, а дальше? Ровным счетом до того времени, когда в 21-м году законодательное собрание изберет фракцию партии Ролина, которая возьмет большинство в законодательном собрании, и ни одна школа не будет закрываться ни в селе, ни в маленькой деревне. Мы найдем возможность финансировать. Но, да, как говорится, флаг в руки. Нет, еще один момент важный. И президент, и премьер постоянно, особенно в последнее время, говорят о том, что расходы на образование и здравоохранение не только не должны оптимизироваться, что означает в устах либерал-бюрократов, то есть сокращаться, они должны быть увеличиваться. И они официально увеличиваются. То есть деньги есть, а где они тогда? Если перекладываем на район, значит, какой-то существует точка, где эти деньги исчезают. А это уже другой вопрос, который надо разбираться. Очень важный вопрос, о котором, конечно, нужно поговорить. Это сами районы, муниципалитеты и главы. Да, сразу же региональные власти в лице там зампредов, министров говорят, вот есть зона ответственности муниципальной власти, пусть муниципальная власть решает. Что-нибудь придумает. А муниципальная власть, получается, не справляется с этим? У нас какая проблема все-таки нынешней? Вот вы привели пример прошлых глав, а нынешние главы, насколько они компетентны? Что они говорят вообще? Насколько они заражены этим вопросом? Еще раз. Вот у нас все идет самая вверх. Владимир Владимирович четко заявляет. Есть школа, есть село. Посыл понятен. Дмитрий Анатольевич Медведев в Госдуме заявляет. Нельзя объединять бездумно, надо находить возможность, чтобы школы жили. Два главных человека в государстве говорят, нельзя. Губернатор Илья Владимирович никогда не давал направлений на закрытие. Никогда этого не было. Приезжаем в район. Ситуация следующая. Люди, я не буду называть фамилии, чтобы их не подставлять. Директор школы говорит, после того, как мы приехали, вызывают и говорят, мы заведем на тебя уголовное дело. Кто вызывает, простите? Глава района. Глава района. Не буду говорить фамилий, конкретный район. Мы заведем на тебя уголовное дело, если ты еще раз примешь у себя родину. Если вы еще раз что-нибудь начнете озвучивать. Все должно быть шито, крыто. А вопрос в чем? Мы говорим в кулуарах, когда установки-то ведь есть, закрывать. Никакие главы районов без установки. Министр образования и непосредственно зампреда Курдюма. Не будут этого делать. Ну, во-первых, у глав района есть свой курирующий министр, у нас есть Министерство внутренней политики, и там есть свои министры. Но образование-то в целом областное? Согласна, но разговаривали ли... Это очень важно. Если сюда вступают в такой разговор, и вы говорите, вы приводите слова, которые обратил к директору школы глава района, это уже еще одно ведомство. И здесь очень важно понять, как контролирует Министерство внутренней политики этот вопрос. Потому что сохранность поселений, социальное обеспечение жителей в этих поселениях, это тоже их вопрос, а не только департаменту Курдюмова. Ситуация, на самом деле, очень простая. Вот как мы говорим. Для того, чтобы функционировала школа, нужен бюджет. Встречаться будете с министром внутренней политики? Да, я сейчас так говорю. Ситуация следующая. Только в микрофон, пожалуйста. Будет бюджет, будет школа, правильно? Соответственно, кто бюджет формирует, распределяет? Законодательное собрание. Значит, исключительно отвечает за процессы сохранения школ курирующий депутат, избранный от данного округа, правильно? Который участвует в распределении бюджета и голосует за него. В тот ли район выделить деньги, в этот ли район выделить? И министр, и тот зампред, который над этим министром стоит. Кстати, у вас были какие-то встречи или даже столкновения с депутатами ЛЗС, которые от этих районов в областном законодательном собрании сейчас? У нас был момент, когда мы в селе Дамаскино на встрече встречались. С нами был депутат законодательного собрания от партии ЛДПР Ольга Сыкчина. Она тоже поддерживает. Она очень яркий депутат. Очень яркий депутат, очень принципиальный. Вот она тоже проговаривала данную позицию, что она полностью разделяет момент, что школы закрываться не должны в данном случае. И если уж это зависит от денег, а деньги кто распределяет? Ведь не глава района деньги распределяет. Деньги на образование распределяет, министр образования. Правильно? Формирует, выделены деньги, не выделены. А курирующий зам контролирует эти все процессы. И когда мы сегодня говорим, если область не выделила в Геранский район деньги на две школы, так они как будут функционировать? Они сейчас, мы обратили внимание, они из своих ресурсов пытаются эти деньги выделить для того, чтобы решить ту проблему, которую мы сегодня поставили. А это они в пациенте или что? Кто они пытаются выделить деньги? Ну, сейчас по позиции Ольги Рысевой за это отвечает якобы муниципалитет. Но на самом деле, по факту, мы-то понимаем, что за это отвечают Курдюмов и Рысева. Это мы понимаем. Можно там населению все, что угодно сегодня перекладывать ответственность, но это, еще раз говорю, не концептуальное решение вопроса. Это всего лишь мы найдем, кто там, козел отпущения, накажем его и скажем, что он виноват. А скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, что люди против. Они когда выходят и говорят, что на встрече с вами, даже на митинге, и говорят, что мы против. Они верят в то, что что-то может измениться? Или все-таки существует позиция, что, ребят, вы, конечно, молодцы такие, и мы рады, что вы приехали, нас поддерживаете, но мы не верим, например, ничего не получится. Вот эта позиция, она на самом деле существует, но я вам скажу больше. Я заявлял таки в Яранске и сказал в Кельмезе. Я сказал так, что мы будем проводить столько сходов, сколько нужно, пока школа не будет здесь сохранена. Мы не дадим возможности приехать, нашуметь, уехать. Мы будем контролировать эти все процессы. И когда было сказано сегодня, что будет заявлено уголовное дело, условно говоря, на директора школы, на главу поселения, не суть важна. Я еще раз говорю, не буду говорить фамилии, чтобы человека не подставлять. Я в рамках того, что являюсь помощником депутата Государственной Думы Алексея Александровича Журавлева, председателя партии, я буду обращаться во все инстанции, вплоть до федеральных, чтобы защитить тех людей, которые стоят на принципиальной позиции сохранения сегодня школы на селе. Потому что я так считаю, что, я считаю точно так же, как Владимир Владимирович. Нет школы, нет села. И это сегодня подтверждается временем во всех районах и территориях Кировской области. А Владимир Владимирович, у нас единственный гарант того, что школа на селе может сохраниться. Я даже больше скажу, когда мы были в Санчурске за последние два года, из девяти школ четыре закрыты. И тенденция, она продолжается. Это мы про район говорим? Про район, Санчурский район. Вот район маленький, который сегодня уже будет городским округом на сентябрьский выбор. Мы там понимаем, что сегодня там четыре школы уже закрыты, мы их объехали, там капитальные здания, крепкие. Федор, а можете сказать, а что с учениками этих школ стало? Вы изучали вопрос, то есть вот эти четыре школы закрыты, дети куда здесь? А их нет в наличии. Там вот на примере Санчурска, простой пример. Сейчас туда выехал уполномоченный, до этого езжал уполномоченный по правам человека, сейчас выехал уполномоченный по правам ребенка разбираться с этим вопросом. Дети, не обеспеченные транспортом в Санчурске, они стоят, ждут там автобуса под электролинией, под мощнейшей, там человек борется пять лет, пишет во всей инстанции. И никакой реакции. Дети продолжают вставать под этими электролиниями, дождаться автобуса. Что значит? А знаете, когда будет реакция? Когда кого-нибудь убьет. Пока это не произойдет, не будет. Дети, они же маленькие. Тем более, я считаю, что начальная школа должна быть в каждом селе. Потому что, ладно, предположим, ребенок 9-й, 10-й класс, он хотя бы более-менее самостоятельный. Но маленькие-то дети, как они должны забираться за 30-40 километров? Тем более, как в Яранске, там даже автобус не был организован. Ребенок, которому там 6 лет, он стоит на трассе, на Яранской, и ждет автобуса в темноте ночью. Представляете, как вот на эту ситуацию смотреть? Прервемся на полтора минуты и продолжим разговор с нашими гостями. Федор Лугинин, руководитель Кировского регионального отделения партии «Родина». У нас в студии и Федор Бирюков, член Бюро Президиума партии «Родина». Мы говорим о работе представителей партии в районах Кировской области, в частности, в Шабалинском, Яранском и Кельмесском районе. Уже не первую программу делаем о социальных объектах, которые там есть еще, которые закрываются или которые сохраняются большую часть времени, пока уделяем школам. Потому что вот что касается поликлиник, то действительно большой такой достаточный ответ, который за подписью Дмитрия Александровича Курдюмова я сейчас вот в перерыве и во время программы посмотрела. Да, очень подробно изложено, как должно быть, и тоже изложено, чего нет. Но проблема описана. И что пытаются сделать, я, к сожалению, ничего сказать по этому поводу не могу, потому что представители министерств этих, они крайне малодоступны для средств массовой информации, что пришли, объяснили, там сели с вами за стол и рассказали вот здесь публично о том, что происходит. Такая история, надо сказать, не только в Кировской области существует. Я вот буквально на днях слушала, по-моему, вчера, нет, в выходные дни слушала программу родительского собрания на Московском эхе. Аня, и для меня было открытием, что оказывается, вот эта история о запрете давать комментарии о СМИ без согласования с высшестоящим начальством в образовательных учреждениях Москвы и Московской области, вот точно такая же разнарядка существует. И вот директора школ и поликлиники, и врачи, и так далее, они в открытую не идут сейчас на то, чтобы рассказывать, я вам скажу больше, даже источники информации, с которыми мы постоянно работали долгое количество времени, отказались сегодня взять часть материалов, которые где было прописано, что народ выступает сегодня на школе. Вы про СМИ отказались печатать ваши материалы? Когда жители сегодня Иранского района призвали главу Иранского района Иконникова отправить в отставку, и вместе предложили губернатору отправить в отставку Дмитрия Курдюмова, отвечающего за данный сектор, эта информация в прессе практически не вышла нигде, хотя до этого все процессы у нас печатались. Нам сказали конкретно установка, там какая-то, я не помню фамилия, нау, сложно вспомнить. Позвонила, сказала, что мы контракты все с вами разорвем, у вас будут проблемы. В общем, итог такой, что материалы не выходят. Но я даже больше вам скажу. Я недавно написал заявление в полицию. У меня на квартиру было организовано такое, ну, то ли акт запугывания, что ли, там, да? И что, вам соли посыпали на поручках? Нет, в том, что мне дети звонят, в общем, сын звонит, говорит, дверь ломают у нас, говорит, что делать? Я быстро приезжаю, встречаю мужика с удостоверением, говорит, удостоверение, покажите. Он раз и в лифт. Я приехал, написал в полицию, говорю, что происходит. Я связываю это с политической деятельностью в конкретных районах, потому что когда мы были в Яранске, яранский глава нам четко отписал в своей газете, назвав нас провокаторами, назвав наш, что мы разжигаем рознь там в территории района, так как этот район достаточно криминогенный. Я связываюсь с этим, но полиция пока никого не нашла. Описание там участников акции, видимо, было недостаточно. Я правильно понимаю, что итогом митингов, которые были, вот митингов в Яранском районе, не настолько они позитивные, как в Шабалино? То есть мы начали с того, вы говорили о том, что Шабалиновым позвонили, сказать, что броня... Я считаю, что после яранского мероприятия, во-первых, выступил Ольга Рысева по Шабалино, позиции не было на первой. Тут министры, они вынуждены начинать сейчас, вот министр вместе с Курдюмом, они там вместе взаимодействуют, они пытаются сейчас приложить ответственность на других лиц. Хотя на самом деле мы все понимаем здесь, мы все взрослые люди, министерство образования отвечает за образование, кто за что еще должен отвечать, какие главы. Поэтому мы понимаем, что сейчас, нет, я вижу позитив в Яранске, из двух школ сегодня. Мы, кстати, сегодня в одной из них собираемся, постречаться с людьми, узнать, что там до конца происходит. Уже приехала организация, которая считает как бы сметы на ремонт, то есть одну школу уже там принято решение сохранить. А второе, там есть еще определенные вопросы. У меня-то складывается впечатление такое, что тихо из САПа это все делается. Я не исключаю, что даже, может быть, кто-то из первых лиц даже не в курсе, тихонько все закрывается, как внимание обращают, хорошо оставляем, хорошо оставляем, хорошо оставляем. Вот так, как мы сегодня убили. В нашей ситуации, в ситуации Кировской области, я не уверена, что первые лица не в курсе. Я думаю, что у нас первые лица такие, что контролируют все, и никто без их санкций ничего делать не будет. На самом деле, надо отметить все-таки, что Кировская область, в области, регион в области образования и здравоохранения, особенно на хорошем счету в федеральном центре, об этом постоянно идут отчеты из пресс-релизов нашего региона. И вы знаете, что Игорь Васильев, он входит в три комитета при госсовете, в том числе образование и здравоохранение, и на хорошем счету находится у федеральных министров. Поэтому я не уверена, что программы, в том числе и с цифрами, которые вот здесь проводят Дмитрий Александрович Курдюмов, вами упомянуты, не одобряются на самом верху. Но я не могу этого утверждать, потому что я не знаю, что история в госсоветах ни с Дмитрий Александровичем не беседовала. История в советовом на эту тему. Говорится, что село, там нет детей, давайте закроем школу, потому что там нет детей. Но если бы там не было детей, никто бы не выходил на сходы, никто бы из раза в раз не выходил. Вот вы спрашивали, верят ли люди. Но если не верят, тогда они не выходят никуда, они сидят дома. Это очевидно. Тут ведь еще один очень важный вопрос, коллеги, о котором вы, кстати, за эфиром говорили неоднократно, а здесь вот еще в эфире это не прозвучало. Прозвучало только одной фразой в самом начале, что закрытие школы, и уж тем более закрытие медицинского учреждения, это смерть населенного пункта. И привели примеры соседних регионов, где всячески вкладываются в развитие территорий. Но тут уж, конечно, невооруженным глазом видно, что в том же Татарстане освоен каждый клочок земли, и люди живут повсеместно. Ну хорошо, давай. Можно не сравнивать с Татарстаном, но есть Морел, есть Чуваши, значительно менее доходные регионы, я бы так сказала. И наши гости говорят о том, что там такой проблемы тоже не стоит, так острого, по крайней мере, как у нас. У нас, к сожалению, вообще на практике национальные республики, они, что называется, в приоритете, они получают больше денег, и попробуйте закрыть в национальной республике школу. Это сразу поднимется справедливый, в общем-то, ор такой, и, конечно, никто на это даже не покусится. А в русских регионах можно делать все, что угодно, с точки зрения либерал-бюрократов, как я их называю, управленцев, которые сидят на местах, и которые вместо людей живых, которым они должны служить, на самом деле, потому что их работа, служить народу, служить конкретным гражданам, они занимаются составлением отчетов, чтобы создать удобную, комфортную для себя реальность, которая повышает их личный рейтинг и благосостояние. Вот против этого мы тоже выступаем. И как вот мой тезка Федор заметил в самом начале, деды воевали, да, как любят все время говорить, деды воевали. За что? Не просто за победу, а за развитие, за счастливую жизнь, за достойную жизнь, в том числе потомков, нас с вами. И то, что школа, незакрытая в самые суровые годы, когда пылала земля под ногами, сегодня закрывается в ситуации, когда никто не говорит о том, что мы катимся под гору, да, никто не говорит о катастрофе, а на деле происходит социальная катастрофа. И вот этот народный термин, Курдюмовщина, это ведь социальное бедствие, которое катится по Кировской области, и которое, в принципе, если так перевести, существует и во многих других регионах. И проблемы со школами и больницей, и поликлиниками существуют даже в Москве. Конечно. В других измерениях, в других масштабах, но это проблема, о которой говорят постоянные президенты, премьер и правительство. Они находят деньги, требуют выделять деньги, требуют брать регионы под контроль, а в регионах это все низводит на уровень муниципальной власти. А мы знаем, что реформа местного самоуправления, которая еще в конце 90-х задумывалась, она так и не произошла, по этой же самой причине. Потому что муниципальные власти, по сути дела, ну, если там не сверхактивный человек, который имеет какие-то супервозможности, она бессильна. Это очень удобно для вот этих либерал-бюрократов, которые... Она бессильна по двум причинам. Во-первых, мало денег, во-вторых, эти люди боятся. Боятся, а потом у них нет соответствующих полномочий, по-большому. Поэтому реформа МСУ никак не движется уже там второй десяток лет. Есть такое ощущение, что за это время не только там деньги как-то уплыли из муниципалитетов и из регионов, таких как наши, и не только там боятся стали у людей, элементарно стали исчезать компетенции. То есть вот мало ведь кто сейчас хочет пойти и возглавить район или муниципалитет. А мне кажется, это взаимосвязанные совершенно процессы. За платы низкие, ответственность безумная. 12 уголовных дел в прошлом году и сейчас. Вот мы разбирали буквально недавно дело бывшего главы Фаленского района. 31-е судебное заседание. Вот дело пустое совершенно, разваливается на глазах. Тем не менее, человек может сесть. То есть он уже говорит, я машину специально не ремонтирую, потому что понимаю, что ее заберут. Вот просто. Все подробности у нас в эфирах можно тоже это послушать. И, конечно, в таких условиях главы берут под козырек. От греха подальше. Поэтому и непонятна оппозиция. А министра сегодня Рысиной, который сегодня говорит, что мы, я говорю, нельзя закрывать. И тут же сверху установку не закрывать. С Ольгой Рысевой, Дмитрием Курдюмом встречаться вы планируете? Мы обязательно будем встречаться. У меня вопрос с министром внутренней политики. Будете встречаться, раз столько вопросов главам муниципалитетов? Будем обязательно. В ближайшее время, просто надо понять. Я думаю, в самое ближайшее время. Поскольку очень много здесь прозвучало резких слов в отношении некоторых министров, мы, конечно, через эфир приглашаем их сюда, для того, чтобы можно было ответить, разъяснить свою позицию, рассказать. Может быть, мы как-то совместный эфир проведем? Да мы бы с удовольствием. Да, только с ними очень... Пусть вот мы пригласим директоров школ, там, еще кого-то. То есть наша информация-то по районам есть. Давайте как раз можно Ольгу пригласить, пусть она нам в эфире расскажет Ольга Россия. Да мы бы с удовольствием. Мы сейчас через эфир сообщаем, и обязательно позвоним в пресс-службу сегодня и пригласим, раз сегодня прозвучали все вот эти резкие достаточно заявления с вашей стороны. Пусть они объяснят свою позицию, возможно, даже какой-то диалог состоится. Давайте вернемся к 9 мая, потому что 2 минуты остается до окончания эфира. Представители партии Родины идут в колонне на параде. Расскажите про это, пожалуйста. Мы, как и в прошлый год, участвуем в торжественном параде. Колонна у нас формируется на углу дома Карл Липпинта, 71. Это рядом с театром. Где офис находится? Да, только с другой стороны. Там, где выставочный зал. Да. Желающие подключиться. Ну, у нас, в принципе, состав уже набран. Осталось буквально, может быть, летом 15-20. Если кто-то пожелает, может с нами вместе поучаствовать. Мы будем играть на гармошке, петь песни. У нас очень дружная компания. Люди могут просто подойти и встать в колонну вместе с вами. Конечно, да. Там, где будут наши флаги, подходите, мы вас с удовольствием примем в свои ряды, а потом и в ряды партии Родины. А обязательно подходите вступать в ряды партии Родины? Или можно просто так? Или можно присоединиться к параду Победы? Вступать веселее же. Ориентируйтесь на красные звезды Родины. Понятно. Федор Лгинин и Федор Бирюков представители партии Родины здесь у нас в студии. Чувствую я, что мы не последний раз здесь встречаемся. Но мы со своей стороны правда обещаем, что мы позвоним в пресс-службу и пригласим сюда для того, чтобы разъяснили нам ситуацию. По крайней мере, попытаемся сотрудники соцблока. Потому что я тоже уверена, что у Игоря Васильева есть все-таки представление о том, что происходит в социальной сфере в нашем регионе. Благодарим за участие. Дневной разворот, первый час его завершен. Прощаемся с Федором Лугининым и Федором Бирюковым. Мы с Анной Лапшиной вернемся через 20 минут. Спасибо. С днем Победы. С праздником. Продолжение следует...